Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня мы с вами будем распаковывать мега-пахучий, мега-ароматный адвент-календарь от Lush. Этот замечательный адвент-календарь обошелся очень дорого, практически 8 тысяч рублей. 8 тысяч рублей! И за 8 тысяч рублей ты типа получаешь 12 каких-то ништяков внутри. Я без понятия, что будет в этом адвент-календаре и как. Но он тяжелый, сец тяжелый, вонючий, тяжелючий, пахучий. Очень большой. Мне не терпится уже начать, поэтому просто скажу, что подписывайтесь на мой канал и на канал Тильки, потому что мы снимаем обзоры на все адвент-календаре, которые только продаются, и даем наше честное мнение на любой счет. И это бипец. Это жестко, но так оно и есть. Мы независимые критики. Да. Ты готова открыть? Да, давай. Давай, открываем этот календарь. Я уже хочу чувствовать этот аромат еще больше. У нас пахнет как в магазине Lush сейчас. Похоже на... Подожди, стоп. Что? В смысле? Извините, но это же не адвент-календарь, это же просто коробки. Чего? Ребят! Нас обманули на 8 тысяч. Просто посмотрите, это же не адвент-календарь. Адвент-календарь, это когда ты открываешь каждую цифру, а тут нет цифр, здесь просто ячейки, и здесь их не 12, мне кажется. Ну ладно, давай разберем себе поочередно, посмотрим. Давай, начинай. Ну это не адвент-календарь, ну вот, мне достается медведь. Ой, ну слушай, он очень милый. А тут нет второго медведя, один, да? А что это? Это, наверное, пенка какая-то. Это бомбочка, скорее всего. А есть информация? Вот, наверное, вот эта информация. Мимимишка. Мимимишка, ваше в чат. Я, конечно, очень извиняюсь, но почему мне кажется, что это как будто что-то разлагается, и тут торчат личинки, извините, если вы видите это так же. И да, я проверила на всех случаев, это не они, это просто какие-то странные штуки. Ну выглядит это крайне странно, ну прям совсем странно, нет, я бы не хотела, чтобы... Нет, ну это ужасно, ну это разлагающийся медведь. Ну ок, а ты открывай следующий адвокалинной. Открыл. Да ладно, ну смысл? Зачем, зачем? Бляха. Еще один. Это медведь, который стоит раком. Знаешь, как называется этот медведь? Раковый. Погружение белого медведя. Пахнет какой-то жвачкой. Мятной жвачкой, мятный орбит по запаху. Но блин, мне не нравится опять то, что он белый. Она достойная. Да, хочется, чтобы бабочка, ты ее кинула, она такая... Бляха, ручьи, я беру вот этого себе, господи. Да, мы по очереди берем. Я хочу... А ты знаешь, давай не по очереди рандомно тыкать. Сейчас моя очередь, поэтому рандомно тыкаю я. Я буду тыкать вот сюда. А, извини. Подожди, что это? Ой, фу, это Снупи? Что это? Ноги вонючие? Что это? Это кусок деда. У тебя кусок деда. Почему здесь кусок Санта-Клауса? Вторую часть не положили. А это будет как-то пузыриться или это просто... Что? Блин, почему? Почему так происходит? Что это за хрень? Она же даже не пахнет. Почему она не пузырится? Она никуда вообще это происходит. Фу, какая мерзкая штука. Еще опять какие-то червы кладут. Нуля, а что было делать? Ребят, это плохо. Это очень плохо выглядит. Господи. За что ж так плохо-то? Что это за хрень? А понюхай голову промежность. А почему я? Я понюхала. А, ты понюхала? Слушай, промежность по-другому пахнет мылом. Наверное, ноет. Пена для ванны, кстати. О, это прикольно. У тебя будет, наверное, красная. Кинки бутс называется. Однажды Тилька сказала, чтобы я никогда не покупала желтые бомбочки для ванны. Да, тут есть желтые бомбочки? Я не знаю. Но ты сейчас выбираешь, так что пикай. Но просто если вы покупаете желтые бомбочки для ванны, у вас будет цианина в ванной. Ладно, давай вот это. Здесь было больше пальцев. И там, по-моему, что-то опять белое. Что-то с желтым. Белое с желтым. Но это бомбочка с цветами. Блин, она выглядит очень плохо. Ну, не знаю, не люблю я, когда есть цветы в бомбочке, потому что они вот так вот расплываются, и как будто у тебя мусор. Но, по крайней мере, она белая. Мне, я уже сказала, потому что мне здесь нравится то, что бомбочки все белые. Типа, какого хрена они белые? Зачем? Ну, хотелось бы цветных. Да. Что ж, я выбираю дальше. Вот это выбираю. Что бы там ни было. Что это вообще? Однажды. Лосьон для тела, счастливый лайм и сицилийский лимон. Главное, чтобы он не был жидкий. Оно вот такое зеленое. Оно очень странно выглядит. На авокадо похоже. Ой, пахнет не очень. Не очень. Ой. Прям. Когда ты читаешь сицилийский лимон и лайм, ну, как-то немножко по-другому воспринимается аромат. Но, да. Тащи. Давай. Вот сюда. А ротишь, что желтая была. И левая была. Это что-то желтое. Скажите, что это бомбочка для ванны. Да. Это бомбочка. Может, это мыло? Нет, это точно для ванны. Золотая груша Golden Pier. А, блин, это мыло, да. Фак. Ой, ну, слушай, оно пахнет очень вкусно. Грушей пахнет вкусненько, да. Тупо выглядит. Да, вот мне кажется, как и мылить. Ну, темна. Типа вот так бьешь. Ладно, я достану. Мылься! Мылься! Не мылить. Я вот за это что? Ребят, это что вообще? Молочко для тела. Да, блин, зачем мне молочко для тела? Ну, я хочу что-то более серьезное за 8 тысяч рублей. Ребят, это 8 тысяч стоит, понимаете? Да, хотелось бы больше. Блин, она мне адреснула. Фу. Ну, пахнет, хотя бы приятно. Ой, спасибо. Ну, реально приятно пахнет. Очень даже приятно. Типа это не шутка. А, ну да. Оно очень хорошо пахнет. Это как бы не вброс. Очень вкусно пахнет. Да, ладно, тащи дальше. Ладно, давай я тогда полезу, ну, вот сюда. Что ж там будет? Да ладно, ой, слушайте, это у меня нечто сунец-леденец. Она будет оранжевая, это оранжевая бомбочка для ванн будет. Она будет, она тебе тот самый цвет воды шлиф. Ты мне видео пришлешь целое? Слушайте, ну она очень красиво выглядит, прям по-новогоднему. Да. Ну, типа, прикольно. Знаешь, мне пока все-таки это сто восемь тысяч рублей. Ну да, мне кажется, можно было бы сделать дешевле. Хотя бы шесть. Ну, типа, почему это настолько дорого, в чем прикол? Потому что это лаж. О, мой мой. Это цвет санины. Санина с минстрой. Я думала, будет хотя бы другой цвет. Полный жилгл бэл. Я достану вот эту вот вовочку. В смысле? Подай, под микрофон ее потряси. Джинбл Бэллс это? А, то есть надо так. Ароматизирующее средство бомбочка для ванны. Блин, ну это прикольно. Потом, короче, она развалилась и стала синей. И цвет выглядит очень странным. Такое ощущение, как будто буду купаться в грязи. Ребята, я буду сейчас на фону в грязи. Ну что? Вот тут красивый цвет. Но это что? Это что? Что это за цвет? Болотные жажи. Почему моя рука покрасилась воранжевый? Что происходит? Ну, я думаю, у нас не так много осталось. У нас осталось всего лишь три. Что это? О, скраб для душа. О, апельсин. Ну, слушай, у меня есть скраб от Лаша. О, хороший? И это все неплохой, да. Я ему себе отшелушивала в этом. В Сингапуре положила. О, в Сингапуре. Тогда еще границы не были закрыты. Можно было путешествовать. Ой, смотри, какой красивый. Как будто там апельсин лежит. Ой, да, реально, как будто, знаешь, апельсин взяли и вот так вот цедру натерли. Ну, пахнет... Ну, пахнет не о чем. Могу поприятнее пахнуть, на самом деле, как апельсин больше. Я все же разочарована. Мне пока все не нравится. Я пока что... Мне жалко денег, если честно. Я не скажу, что мне тоже супер как-то понравилось, но, в принципе, норм. Но, не знаю, не стоит денег, дорого. Ну, мне еле для душа, ребят. Йог-нок. С чем? Не знаю. Йог-нок. Йог-нок. Тебе попался Йог-нок. Это пахнет вкусно. Это Йог-нок. Да, Йог-нок. Ну, зачем? Это карамель. Да, журная карамель, ну, типа, пахнет прикольно. Но, блин, ребята, я реально не могу понять, почему 8 тысяч? Это самая бестолковая коробка. Причем, здесь все нормально, но слишком дорого. Если оно стоило бы 4 тысячи... Ладно, но не 8. Не 8 же за это. Это даже еще не адвент в календарь. Они еще и разбили на адвент в календарь. Что тебе там было? Каша на воде? Нет. А, кажется, это гель для душа тоже мне его попался. Блин, но гель для душа за 8 тысяч рублей это именно то, чего мы ждем. Давайте посчитаем, сколько вообще стоит. Это самая вонючая хрень. А прикинь, кто-то таким помотит и придет на северанку такой на рождественскую. И вроде как у нас романтика, а вроде от человека пасет гнилью какой-то прогорклой. Нос, вытирай свой, и опять он у тебя весь все вытернет. Давай посчитаем, сколько стоят, в принципе, вот эти вот бомбочки. Слушай, а давай, 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 я тебе сейчас буду диктовать. И мы сейчас узнаем, сколько по отдельности стоит каждая вот эта бомбочка. И на сколько нас с тобой обманули. Значит, смотри. Давай. Ароматизирующая свесла бомба для ванны Мими-мишка. 290 рублей стоит Мими-мишка. Лаш зимний сад. Зимний сад. Бомбочка. Сейчас мы посчитаем, что... 390 рублей. Так, плюс 390 рублей. Джингл Беллс. Расследование, расследование. Скандалы, интриги, расследование. 490. Кинки Бутс. Пена. Мне кажется, здесь наполнение на 3... Ну, может быть, на 5. 550 Кинки Бутс стоит. Так, плюс 550. Погружение белого медели. 530. Крометный трост 390. И золотая груша мыла. Вот. 520. Так, вот Йогноб пошел гель для душа у нас. 650. 650 рублей? Вот за это 650 рублей? Вы серьезно? Значит, и это 650 рублей, да? Сейчас мы его быстренько посмотрим. Почему так дорого? 990 за скраб вот за это? То есть у нас здесь 2 скраба. А, лосьон. Лосьон мы считали с тобой? Нет, не считали. Сейчас посчитаем. Вот как раз у нас остался лосьон и гель. И гель один. Итак, лосьон у нас 1500. Здесь 50 грамм. Все. 50 грамм, значит, это сколько? 500 будет. Плюс 500, грубо говоря. Вот. И остался один гель для душа. Кстати, в этом геле 100 грамм. А цена тут указана... А, нет. За 100 грамм, в принципе, 650. Ну, короче, вот пока что, если мы еще прибавляем, грубо говоря, еще 650 рублей... Еще 650, еще за один, которого у них нет на сайте, потому что сломано. Ну вот, у нас получилось 5000. Ну вот, и как раз 50 рублей. Плюс один, и получается даже дешевле по отдельности купить, чем вместе. А в чем смысл, ребята? Я не поняла. Способ в том, что это адвент календарь, и ты платишь за приписку адвент календарь, и плюс еще за приписку лаж. Все. Маркетинг! Маркетинг! Появляется востребованный продукт, и тебя на ипут. Все, всем спасибо за просмотр, и всем пока. Я в шоке. Это очень странно. Я нахрен в шоке. Пока.